Для слушателей старше 16 лет. Рекламно-информационная программа. Группный план. 13 часов 6 минут. Сегодня вторник, 18 августа. И значит, в это время начинается наш разговор с Владимиром Маватовым, пресс-секретарем компании Вятич. Владимир, добрый день. Да, Лавович, приветствуйте. Ты знаешь, один из текстов, который я в последнее время с удовольствием и с интересом прочитал, это заметка на сайте завода вятич, вятич.ру. А нужен ли бокал для пива? Вопрошает автор. Ну как, мы ведь вятские люди неприхотливые, простые. Кто глазом бутылку открывает, кто зубами, и тут же из горлышка боль, 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 боль. Я видел еще более экстравагантные варианты, но уже в женском исполнении. А тут культурный шок. Нужен ли бокал для пива? Хороший вопрос. И ведь действительно нужен. Ведь сотрудники завода вкладывают все свои лучшие душевные порывы в производство. Безалкогольные, естественно, продукции. Естественно, другой не... И вот прям черным по белому написано. Если вы будете пить пенные без бокала, вы не сможете насладиться красотой напитка, его прозрачностью, белоснежной пеной. Вы не сможете почувствовать волшебный аромат хмеля, испелого зерна. А вкус пива пройдет мимо вас. Ведь заливая в себя пиво из бутылки, его невозможно смаковать. А все это и создает образ пива вятич. То есть, наливая в бокал, ты тем самым отдаешь дань тем трудам, которые вложены. Чувствуешь, как лирическими нотками какими-то запахло, да? Вове, ты как-то даже превзошел сам себя, по-моему. Мне понравился текст очень. Хорошо. Из души написан, и главное, ты знаешь, прямо в сердце куда-то бьют эти слова. И ты знаешь, в общем и целом, я с этим текстом согласен по одной простой причине. Я, считая, полтора года плотно занят вятищем. За это время я успел понять относительно пенного, безалкогольного, конечно же, кучу всяких разных вещей. В частности, автор текста абсолютно прав. Когда ты пьешь из бутылки, у тебя действительно теряется аромат. Действительно теряется вкус. Ты не получаешь, что вот это смешно, но это факт. Когда ты пьешь, грубо говоря, из горла, да, то есть взял, отвышал из магазина, открыл, ну, сейчас уже арестуют, да, шраф предъявят. Есть статья за употребление в общественном месте. Да, если ты пренебрег этой статьей и шрафом, и всем остальным, вышел из магазина, радостно открыл и накатил из горла, то у тебя эффекта, на самом деле, будет меньше. Потому что, когда ты пьешь из бокала, ну, это начинается игра с сортами. Потому что очень сильно отличается... Во-первых, вот то, что не совсем хорошо, я думаю, что совсем не хорошо понимает большинство, то, что по сортам пиво может, безалкогольного, разумеется, отличаться категорически сильно. очень сильно. Имеем в виду внешний вид, цвет или что, прозрачность? Аромат, вкус, конечно. То есть, в традиционной линейке Виачи, она более-менее такая спокойная, там нет перепадов таких резких, да? Даже там есть понимание того, что один сорт отличается от другого. Там этот горчит, этот более хмелевой, этот реваксирующий и так далее, и так далее. У меня был абсолютный культурный шок в 2015, чуть не сказал, в 1915. Ну, все же, дедушка... Задумались, за сколько же Маматов живет? Нет, дедушка зарапортовался, это как товарища Лукашенко в речи на заводе, там, когда... Весело было в 1915 году. Да, вот, то же самое заговорился, дедуля. Значит, в 2015 году вместе с Русланом Владимиром, который у нас директор торгового дома Виач, в Москве на Арбате повернули, там была забегаловка, ну, бар по-русски говоря, да, забегаловка, в которой работали барменами в Вятске. Ох! Да, и там все великолепно было, замечательно, они знают Руслана, узнали меня, все прекрасно, естественно, ну, за деньги все равно, естественно, но они... Бесплатно не отпустили продукты. Да, сейчас скажу, это был бомбейский черный, русский имперский стаут, еще, ну, вот, 3-4 сорта таких доставаний. Вы, видимо, специально разные сорта взяли, чтобы продегустировать. Да, но нет, понимаешь, в чем анекдот? В том, что я впервые за всю свою сознательную жизнь понял, что, оказывается, пиво безалкогольное, разумеется, можно дегустировать так же, как вино. Вот один в один совершенно, то есть и оттенки вкуса, и носы. Так же вот смаковать, язычком прищекивать, причемокивать и так далее. Ты этот продукт, вот, допустим, русский имперский стаут, который мы собираемся все-таки выпустить в этом году, я верю в это, даже русский имперский стаут, ты ежедневно употреблять его не сможешь. Это, ну, ощущение от однократного употребления тебе хватит на несколько дней. Но при этом, по-русски говоря, кайф от того, что ты это делаешь, он, конечно, останется. Это сильно. Ну, может быть, некорректное совсем сравнение, но как шампанское шампанское. Даже не пьют ежедневно, да, его каким-то праздником, примечательным, да, там, да. По утрам пьют аристократы и дегенераты. Да, да, я помню эту фразу, да. Вот то же самое и с этим. Поэтому, ну, видишь, мы движемся как черепаха, очень медленно, не спеша, крайне не спеша. То есть я верю, что 5, 10, 15, 20 лет нормального движения и культура потребления пенного, она в Кирове все-таки изменится. То есть изменится именно в сторону культуры. То есть люди перестанут, во-первых, пить этот шмурдяк, который сейчас забито все. Ну, это реально. Вот живой пример привожу. Я вчера как раз захожу вечером в магазин, там, проездом. Думаю, купить мне бутылочку безалкогольную, разумеется. Значит, я на вечер. Я начинаю выбирать. И вдруг я понимаю, что у меня уже рецепторы, то есть я перепробовал практически все. У меня уже рецепторы срабатывают. Я ищу родное, понимаешь? То есть ищу тот вятич, который я знаю, что вот это нормальная вещь. Вот это, ну, как бы не уверен, потому что это экспортное, но я знаю, что оно делается в клину. А это гарантированно просто подкрашенная вода. Я смотрю на эти разноцветные банки, допустим, той же Балтики, никто, чтобы быть, помянут. Я понимаю, что там тоже ничего я не почувствую интересного. Ну, то есть это не будет тем. То есть у меня уже выработалось. Причем это не из-за того, что я афилирован на связь, чем это абсолютно жизненное наблюдение. У меня выработалось что-то вроде такого внутреннего компаса. То есть я понимаю, вот это да, можно. А это уже не даст тебе ничего. Вот медленно-медленно-медленно эта культура все-таки проникнет в мозги наших любимых хировчан. Пусть на это уйдет 5, 10, 15, 20 лет. Без разницы. И вот то, что ты говоришь, пить из бокала, 100% тоже все самое. То есть когда человек будет сначала аромат вдыхать, когда он будет смаковать первые глотки, когда он будет понимать, что это наслаждение, не просто, знаешь, как в случаях с алкогольным пивом, который мы не имеем права рекламировать. И не делаем. Конечно, мы не делаем. Но алкогольное пиво, это, к сожалению, у наших людей ты в какую-то минимальную дозу алкоголя и счастлив, как ребенок. Но это чушь. Купи водки, она дешевле выйдет в пересчете на градусы. Вот и все. Зачем ты портишь себе все практически? К тому же, деньги на ветер. Да, да, да. Не, ну, нельзя, конечно, забывать о правде жизни. У многих такое состояние, да, что в бокал еще наливать, да тут бы скорее бы. О-о-о. Да, но мы не говорим об этих людям, да и не пропагандируем ни в коем случае. А ты знаешь, мы не должны, вот мне нравится в этом смысле девиз товарища Диснея, который Волт, который мультипликатор. Отец основатель. Да, что есть два варианта. Лиже получать людей, да, а потом их развлекать. Лиже сначала развлекать, а потом получать. Он говорит, мне нравится второй вариант. То есть именно поэтому я считаю, что навязывать какие бы то ни было стандарты потребления, там еще что-то, предлагать, надо людям предлагать. Вот это интереснее, попробуйте. Может быть, вам понравится. Вот давайте так, давайте вятич, давайте бокал, давайте вот так. Попытаемся, да, понять, чем сорт отличается от сорта, хотя бы. Вот степ бай степ, очень медленно. Может быть, ну, 5, 10, 15, 20 лет и вырастет поколение уже фактически, да. Ну, а лдовые, кстати говоря, они, мне кажется, более восприимчивы. То есть люди, которые уже пожили и немножко попробовали, они лучше понимают эту логику. Но вырастет поколение, которое будет понимать, что это все-таки напиток для релаксации, для удовольствия, для общения, и его надо смаковать. Его бездумно хлистать, ну, никакого смысла нет. То есть просто нет, да. Ну, за исключением октобера ферста, где даже в Германии, там, черчество измаковать. Но в этом году отменили. Ну, да. Да, в Мюнхене не будет веселья в этом году. А, кстати, если опять-таки обращаться к немецким традициям, что мы часто делаем при наших встречах, что там есть такого в культуре петечего у нас еще и не пахло прям вот тот же бокал, тот же смакование, закуска, атмосфера особенная. Понимаешь, в чем дело? В Вятич на самом деле пытаются вот и в плане закуски, и в плане какого-то антуража, особенно в барах, ресторанах в Вятичских, да, там это есть. Не бог есть сколько, но есть. И это чем-то взято из Германии. То есть это калька. Ну, просто калька. То есть, насколько я знаю, честно говоря, я в Германии был буквально два раза и фактически там на несколько дней и пивная культура меня тогда не интересовала. То есть у меня там более печальные были обстоятельства другие. И я тебе могу сказать, что первое, вот камень преткновения и серьезнейшее дело в том, что немец, он пьет то пиво безалкоголя, конечно, которое производится в его местности. То есть ты даже в ресторане в Мюнхене не закажешь Хольстон, который сделан где-нибудь на севере. Ну, просто не закажешь, его там нет. Потому что, ну, это с точки зрения, ну, это ненормально. То есть ты, зачем ты привозное откуда-то издали там, да, хотя вот здесь местные пивоварни, которые работают прекрасно. Не будет этого. И каждая местность имеет свой бренд. Ну, вот если ты возьмешь карту Германии, она у меня висит там, не у меня, правда, в кабинете, по-моему, Ракутина, вот, висит карта Германии с фашками, отмечающими сорта на каждой, в каждой местности. В общем, там есть, которые у нас практически не поставляются. То есть, да, у немцев вот эта локальная история, вот этот локал бренд, то, что мы начали делать, как бы, ну, мы понимаем, что это единственный способ, на самом деле, как-то и сохраниться, как отрасль, и сохраниться, ну, как ремесло, как искусство, сохраниться. Вот я считаю, что это самое правильное направление, то есть, понятно, что с одной стороны всегда будут деньги, всегда будет прибыль, потому что никакая коммерческая структура нигде, как бы она ни выглядела, вот госкапитализм, там, не госкапитализм, такой капитализм, феодализм, там, экономика одна и та же, она не бывает, на самом деле, разной. Вот, что бы это ни было, все равно извлечение прибыли, это краеугольный камень любой торговой операции. То есть, понятно, что сначала, то есть, будут деньги вот на одной чаше весов, на другой чаше весов понимание времени. То есть, ты можешь, да, на каком-то коротком отрезке заработать, но потом это путь в никуда. То есть, этот бизнес умрет рано или поздно, если будешь ты, ты будешь только смотреть на деньги. Но это, для меня это аксиома, как бы, то, что ты должен всегда играть в долгую, в очень долгую. Вот, и с локал брендом, с местным производством именно эта ситуация и есть. То есть, мы хотим, во что бы то ни стало, сохранить местное производство и в каждом из регионов, в которые мы будем залезать, мы будем залезать в регионы, мы будем так и делать. То есть, это местное, свое, исключительно на своей воде, свои люди, своя рецептура, интересы жителей вот этой местности. Вот так это примерно и будет. Ну, это, я говорю, это долговременная программа на десятки лет, я думаю, рассчитанная. То есть, посмотрим. Ну да, поживем и видим. Вот, а то, чего у нас нет еще в Германии, вот местное, да, это однозначно, конечно, раз. Второе, у них нет ограничений ни на рекламу, ни на возраст, если я правильно помню, в Германии разрешено употребление пива с 14 лет. то есть, совершенно спокойно. Это не вызывает... Но не будем сейчас утверждать, конечно, вдруг там, в зависимости от федеральной земли, какие-то свои какие-то... Ты знаешь, по-моему, везде. По-моему, я вот тоже, как бы, якудза не дам на осечение мизинец, но в моем представлении, да, 14 лет там везде. То есть, там нет такого варианта, и борьба... Понимаешь, вот тема борьбы с алкоголизацией населения, я думаю, мы можем затронуть, несмотря на... То есть, учитывая, что это не реклама, да. Борьба с алкоголизацией, она сводится, я после внимательного обсуждения, рассмотрения этих вопросов к этому склоняюсь тоже, в простой практике. Я помню, по примеру, Норвегии. Норвегия в начале 20-го века была более пьющей страной, чем Россия. 20-го, не 21-го? Да, конечно. То есть, 180 лет назад. по-моему, 19-20-е годы, начало. То есть, потребление алкоголя на Норвегии было зашкаливающим. Из своего опыта общения с финнами, ну, это родственники, это то же самое, шведы, норвеги, финны, и вот эта группа. Я могу сказать, что пьют финны бешено совершенно, то есть, русским их не перепить. То есть, это очень смешно, да, но я, Володя, я тебе честно совершенно говорю, я пробовал, результат был в мою сторону абсолютно отрицательный, просто отрицательный, потому что в окончании фантастической совершенно пьянки, просто безумной. Горячие финские. Не, студенческие годы, это еще были, там, не знаю, 91-92 год, наверное, такой, вот. Когда вся русская компания сидела уже, не понимая, там сидит она, лежит, говорит, там, ну, просто уже не в меняемом состоянии. один из задумчивых финнов, который женился на русской, он вдруг издал совершенно фразу, от которой повернулись головы у всех сидящих за столом русских. Он говорит, Танюшка, кажется, в холодильнике еще осталось пиво. И мы к нему... То есть, все остальное-то уже закончилось, а он вспомнил про то, что осталось. Нет, понимаешь, русские повернули к нему с одним, вот, хором, да, с одним выражением лица. Никто тут не очень сильно заблуждается, потому что это ненормально уже, да. Вот. То есть, в Норвегии в начале 20-го было то же самое. То есть, как только норвежец добирался, анекдот про Англию, которая... Приличный. Приличный, да. Но это анекдот книжный, это не фольклорный, имеется в виду, да. То есть, как только английский матрос добирался до алкоголя, это была катастрофа. Потому что они месяцами там не добирались, да, в плавании. Как только они добирались... Для вируса были упущены. Поэтому все офицеры британского флота никогда бы не допустили возможности, чтобы матросы дорвались где бы то ни было, там, в трофеях, не в трофеях, дорвались до алкоголя. Это катастрофа. То есть, можно понять по этому уровень, как бы, потребления. И вот. В Норвегии он был катастрофическим. Что сделали норвежцы? Во-первых, они увеличили стоимость крепкого алкоголя примерно в 10 раз. Во-вторых, определили точки, в которых он может продаваться только там и исключительно там. Все. Госмонополия, она торговляет. Это классическая схема, которая испробована и в других многих странах. И третий вариант, третий, то есть, точнее, ход в этом алгоритме. Они торговлю пенным, безалкогольным, конечно, да, они разрешили очень и очень много. Категорически упростили все это дело. И получилась дальше замечательная вещь. Дело в том, что это в нашей стране делалось то же самое. Это делалось при Александре Втором, если я правильно помню, когда начали строить пивные заводы по всей стране, именно в расчете на то, что человек отойдет от потребления крепкого алкоголя. Ну, нет необходимости ему. Дело в том, что крепкая алкогольная неприятность основная в том, что ты быстро впадаешь в зависимость. Башню срывает. Да, быстро. Преступность и так далее. Да, да. С пенного, безалкогольного, конечно, этого нету, да. Тем более, безалкогольного, я бы сказал. тем более, да. То есть, этого нету в таком масштабе категорически, да. То есть, вот, и разнесение по цене, то есть, сейчас у нас пропорция абсолютно обратная. То есть, если алкогольные продукты пересчитывать на градусы, водка выгоднее. Выгоднее, чем пиво. Это сто процентов. И поэтому люди берут дешевое, дешевое, дешевое и много. Потому что они, к сожалению, до сих пор считают на алкоголь. Ну, это вот камень преткновения, потому что при Сталине как раз это занимался Микоян, 34-й год. Они опять начали возрождать как раз пивную промышленность активно. Вот завод Самарский Жигули, который начал пускать, да, это Микоян. Это 34-й год. Вот они начали это возрождать с той же самой целью из тех же самых принципов. Потому что и смертность, и летальность, и так далее, и так далее, гораздо меньше. Если бы пиво у нас стоило в таком же соотношении, как стоило по отношению к крепкому алкоголю, как оно у нас стоило в Советском Союзе, мы бы имели интересный хороший результат. Ну, бутылка пива стоила 24 копейки, бутылка водки 2,87. Ну, все понятно. 10 раз, с лишним. Да, да. Ну, вот, в Германии как раз эта вещь учтена. И грандиозная иллюзия на тему того, что вот мы запрещаем пиво, алкогольное, разумеется, это иллюзия. И запрещаем, и якобы мы уменьшим алкоголизацию населения. Ребята, у вас 600 человек в Кирове, в Кировской области, каждый год убирают от суррогатов. Просто от потребления этих фанфериков. То есть ты запрещай, не запрещай, но алкоголь никуда не девается. То есть он по-прежнему составная часть нашей жизни раз, а в Кирове это более чем чувствуется. Да мягко очень говоря, более чем. То есть я, честно говоря, за время пребывания в Кирове выпил на порядок больше, чем за время всей своей предыдущей жизни в Петербурге. Серьезно я говорю. Потому что здесь ни одно застолье, ни одно веселье, ни одна деловая встреча практически не обходится без алкоголя. То есть это меня удивило все время, ну и я успешно акклиматизировался. А специалисты, между прочим, ну западные, конечно, специалисты говорят, что если ты на праздники, да, предположим, чаще, чем раз в месяц употребляешь безалкогольное, тут надо сказать. Да, надо сказать. То это уже проблема, да. Слушай, я бы хотел... Вот по каким-то мировым меркам вот именно так. Это какая-то удивительная вещь, потому что я знаю нормы ВОЗ, которые рассчитаны на потребление алкоголя, ну спирт имеется в пересчете. Ну там, мягко говоря, не раз в месяц, там совершенно нормальные цифры последние, да. То есть, ну, они соответствуют, по моему пониманию, умерим употреблению, так скажем, да. И проблема же в запретах, проблема в регуляции отрасли, проблема в том, что мы приносим этими... Вот это беда нашей страны, беда, с которой они знают, это, в общем-то, ведь правильное, государство должно заботиться о том, чтобы не пили всякую хрень, извините меня, да, но вот методы и подходы, вот с ними бы, конечно, поработать. Понимаешь, вот поверхностное знакомство с вопросом, поверхностное его понимание, они всегда, во всех случаях, абсолютно приводят к тому, что у нас, получается, не пришей, в общем, красную армию, не туда, и они запрещают, допустим, алкогольное пиво, да, но при этом это реклама имеется в первую очередь, да, но при этом они не маркируют продукцию, не дают потребителю возможность отличить, то есть человек травится фактически ерундой, вот этим шмурдюком, с суррогатами, которые везут, да, под яркими какими-то банками, он ими травится, и при этом, при этом, государственным, как бы все нормально, все хорошо, я прекрасно понимаю, что клановые интересы, то есть это кланы интересы, во-первых, лобби пивного, то есть транснациональной корпорации, оно сильно достаточно, потому что большая часть денег у них, а не у региональных заводов, я понимаю лобби, которая занята торговыми сетями, это тоже очень большие деньги, конечно, да, то есть прекрасно, вот люди зарабатывают, и государство как-то интересно, да, думает о населении, то есть давайте запретим вот здесь, а вот здесь мы трогать не будем, хотя именно трогать-то надо именно здесь уже, вот это половинчатость решения вопроса, половинчатость позиции, ну вот я туда опять вспомнил Лукашенко с его выдающимися выступлениями, ведь тоже, картина всегда та же самая, то есть или же ты решаешь проблему, или же ты пытаешься замести под ковер, ну грязь-то остается, ты все равно вынужден будешь когда-нибудь наводить порядок, и нет гарантии, что тебе не придется этот порядок наводить в авральном режиме, тратя гораздо больше сил, ну вот просто, это просто неразумно, смотреть. Ну минимальная розничная цена на пенный напиток, о которой мы говорили, это оказалось бы таким подспорьем. Я не знаю, чем кончится, я получил вчера, мне прислали там союз пивоваров, провел встречу с Мантуровым, там Кузьмин, Бирман. Глава Минпромторга нашего российского. Вот они провели встречу как раз на тему МРЦ. Я посмотрел пресс-релиз очень мелко, который мне Кузьмин пересылал, ну по-моему там были общие слова, ознакомились, рассмотрели, подумаем, там что-то как-то, но я не увидел движения. То есть разговоры о том, что да, там в течение какого-то времени примет решение по этому вопросу, я не видел. А этот вопрос назрел, да, потому что это хотя бы каким-то образом гарантировало то, что люди смогут спокойно брать то, что им нравится по-настоящему. Ориентируясь не на цену, а на качество. Ну вот мы выиграем в этом смысле. Мы просто автоматически выиграем. То есть потому что понятно, что нормальный человек, он просто попробует, 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 он выберет нас. Ну нет, есть вещи, которые я не говорю, что огульно, знаешь, вся привозная продукция дерьмо, да? Ничего похожего. Вернее, ты уточнял, что есть все-таки примеры, но они... Есть примеры. Они, во-первых, не многочисленные, во-вторых... Не на карман массового употребителя рассчитаны. Да, да, совершенно правильно. Этот сегмент, они играют очень хитро, ТНКшники, ребята, они играют очень хитро, очень правильно, абсолютно с экономической точки зрения. Они торгуют с попуасами, вот этой подкрашенной водичкой, за очень дешево, абсолютный там демпинг, да? Да, они с ними торгуют, получают, не получают даже больших прибыли на это. Понимаешь? Но они держат рынок и не дают вылезти никому из местных. То есть, они так прижимают всю полянку, держат ее, а зарабатывают в основном за счет достаточно дорогих сортов, в России, по крайней мере. Все. Вот механика, прекрасная модель, она пока не дает сбоев, она работает. Это чисто американский подход, мы говорили об этом. То есть, американский, экономический, но культурный такой сейчас у нас. То есть, полный плюрализм, 15 минут, новость меняется. Вот сейчас интересно, Белоруссия, люди следят за ней. Мы посмотрим, что будет в октябре. Кто вспомнит эту Белоруссию? О чем там разговор? Трудно в последнее время загадывать даже на день следующий. Совершенно правильно. Учитывая то, как много всего случается. Ты понимаешь, что значит случается? Случается, все же, американская модель очень проста. То есть, вот ты сейчас появился, у тебя 15 минут славы, как говорил Энди Уорхол, вот 15 минут славы тебе обеспечивается. Вот сейчас прогремел вот это. Завтра сменилось, а что в реальности, что в сухом остатке, а Бог его знает. Куда мы катимся? А Бог его знает. Куда вообще должна идти страна? Да Бог его знает. Я точно знаю, что мы идем к рекламной паузе. Полторы минуты она продлится. Владимир Маматов при секретаре компании. У нас сегодня лирическая передача. Да, как-то мы сегодня отвлеченно. Бьем по душам, по сердцам, по умам, заставляя задуматься, куда мы идем. Реклама. Задать вопрос поинтересоваться, чем это ни было касающийся продукции завода Вятич. Вы, уважаемые слушатели, можете обратиться напрямую к Владимиру Маматову 8 909 720 101 0. Это номер наш для СМС и телефон прямого эфира 211 101. Сможем принять, если позвоните? Конечно. А мы побежали дальше. Сколько у нас времени на пробежку? Мы 12-11 минут. Мы добежим до канадской границы. Галопиком, да. Мы в каждой передаче волшебные слова, эту волшебную процедуру проходим. Мокрое дробление, двойная варка, холодное брожение, естественная карбонизация и так далее, и так далее. Честно, хотелось бы, чтобы каждый житель нашего города знал, что это все процессы, это все составляющие производства нашего родного. Меня все время подмывает нарисовать памятку и просто в один прекрасный день. Тебе надо просто сесть и это и сделать. Знаешь, как 1 сентября школьникам раздать каждому коровчайную 500 тысяч памяток, не бог вишь что, ну, учитывая, что младенцам не надо, то есть поменьше будет количество, просто раздать каждому памятку, из чего состоит производство, как оно делается. Вот мы говорили, вот совершенно вот вещи, вот давай и сделаем как. Смотри, есть набор технологических процедур, которые, ну, есть интересные, есть менее интересные, но есть несколько штук, которые меня совершенно зацепили. Это, на самом деле, охлаждение к водильной установке, потому что, когда ты вот заделаешь затор, да, то есть это ты перетираешь солод с водой, да, и греешь его, варишь его, вот это сусло пивное, которое ты сначала делаешь. Безалкогольное, конечно, один из первых этапов. совершенно правильно. И тебе надо это сусло, эти много-много-много тонн, очень быстро охладить до 6 градусов. Ну, представишься, дуру, вот это 12 тонн, которые надо охладить со 100 до 6, очень быстро. Поэтому холодильные установки, которые стоят навязчивые, я посмотрел на них, там походили, ну, это гудящие машины, которые стоят там, но и занимают как 3-4 комнаты вот эти. Причем, каждый из них стоит как люксовый, суперлюксовый автомобиль, которых даже наше правительство нет. Местного или... Местного, местного, нет, ну, что там, до Москвы нам далеко, пока. наши местные, они тоже непритязательные. Да, ну, не все, не все, не все, не все. Пусть люди не знают. Некоторые притязательнее других. Так вот, каждый из этих установок столько стоит, они выглядят совершенно фантастично, это действительно немецкая продукция, немецкие машины, то есть там, на самом деле, весь вятич это немцы. Почему, я как-то расспрашиваю, говорю, а почему там, итальянцы же дешевле, итальянцы дешевле, французы дешевле, ну, почему не взять? Ага, ты, да, ты сэкономишь на итальянском. Потому что немцы в Евросоюзе главные, в том числе. просто потому, что ты взял немецкий станок, и он будет, как часы пахать годами, и там ничего не будет, не указанная документация, отклонения не будет. И процедура его, процедура его установки, процедура его обслуживания, все остальное, приедет человек из Германии, профессионально, который этим покажет, займется, учтет и так далее. То есть, у тебя гарантированный сервис, гарантированная машина, тебе ничего не случится, и лучше переплатить, чем бегать, прыгать потом с итальянскими комплектующими, с итальянским качеством, которые, ну, дизайн машины у них хороший, а вот холодильные установки мы будем брать у немцев. Гаранция пожизненная? да, конечно. Да? Конечно. Если что-то, то сразу. Ну, знаешь, за такие деньги, пожалуй, имеет смысл, да. И вот это охлаждение, вот этого СУСова, мгновенно, я вот все время думаю, а как ты на маленькой пивоварнике, а ты, значит, мини-пивоварнике, да, как же ты охлаждаешь, то есть, сколько же тебе там времени? Ну, поэтому на маленьких пивоварниках раз так получается, в следующий раз иначе. Может быть. В третий раз еще? Вот. Первое, это охлаждение, второе, совершенно меня, все-таки азот, азотная продувка, да, совершенно тоже меня, потому что, когда я увидел эту вещь, которая фильтрует воздух, ну, это тоже такая гудящая машина, знаешь, учитывая, мы самому гуманитарную подготовку и мало знакомства с техникой, я могу это только таким, по-моему, большая гудящая машина, которая фильтрует воздух через молекулярную мембрану, ну, это я как... Схермина сепарации мы использовали. Совершенно правильно. Она сепарирует кислород, сепарирует азот. И вот идея о том, что ты извлекаешь азот, потом этот азот заливаешь в фарфас и продуваешь, ну, в баки, в которых перед разливом пиво отстаивается, да, вот, и когда люди берут вятич, там нет кислорода, и воздуха там нет, там есть азот, то есть вот то, что гарантирует, то, что не будет скисать, да, вот это меня совершенно потрясло, потому что, ну, надо понимать, вот это уже какой-то технологический уровень, не деревенский, не на заднем дворе, это... И мне немцы рассказывали сами, причем это год был 17, я тогда их не очень хорошо понимал, там я делал интервью с приезжим, да, он говорил о том, что у вас абсолютно европейское производство, это по качеству павру не уступают ничему, я это пропустил, мне малышей, еще вот так просто, ну, дежурный лезь, да, то есть человек приехал, ему хочется сказать, что это приятно, он говорит, нет, это абсолютно так оно есть, вот, то есть азот-2, холодное охлаждение, раз, азот-2, холодная фильтрация меня удивила тем, что, я просто никогда не знал, об этой представлении. Ледяная фильтрация. Ну, ледяная, да. Ледяная фильтрация, это когда ты уже готовый продукт, да, перед тем, как он идет на разлив, ты фильтруешь, перед фарфасами точнее, ты фильтруешь через фильтр, температура которого минус, очень сильный минус, да, то есть охлаждаешь, и при этом у тебя и дрожжи, и остатки, вот, остатки, вот, да, взвесь вся, которая остается у тебя в растворе, она осаждается. И это позволяет вячесчу избежать пастеризации, вот, то, чем страдает огромное количество, да и в том, что на ТНК этого нет, им не нужно, не нужно это категорически, это очень дорогостоящая процедура, очень сложная. Они просто пастеризуют его. Причем, ну, пастеризация, ты-таки пятишь, там, до 85-90, 90 градусов нагреваешь, там полчаса все это держится, все, у тебя партия готова. Она никогда не скиснет, с ней ничего не произойдет. Дешево, надежно и практично. От самого продукта, там мало что осталось. А здесь, из-за ледяной вот этой фильтрации, у тебя осаждается. У тебя получается продукт чистый, но в то же время у тебя не нарушается ничего, то есть у тебя нет разрушения самого качества. Не убитый. Да, это круто. И, конечно, бесконтактный розлив, то есть тоже, потому что, нет людей. Вот нет человеческого фактора, нет женщин в халатах, которые там что-то разливают, крутят и вертят. То есть автоматическая линия, где у тебя выдувается бутыль, вакуумом она присасывается, азот, туда по стенкам заливается напиток, все. Дальше она так же пакуется. Заворачивается крышечкой, все это пакуется. Это надо смотреть, конечно, как это выглядит. Надеюсь, мы снимем нормальный, хороший фильм про этапы производства. Я верю, что в этом году даже это произойдет. То есть люди хотя бы смогут понять, насколько там, ну, надо видеть технику. А, во время экскурсии это не показывается? Туда доступ запрещен, но на линию розлива. Нет, на линию розлива нет, по-моему, не водится. То есть, но конструкция, конечно, фантастическая, потому что вот эти установки, которые стоят по упаковке, все это, они производят впечатление, знаешь, как вот из фильмов про роботов, куча механизмов. Впечатляет, ничего не могу сказать. Вот от подготовки сырья до выхода продукции настолько уже отточена, настолько отлажена сама машина, что, ну, как бы даже печально будет, если это вдруг мы начнем буксовать. А буксовать мы начнем только в одном случае, если вот вся эта затея с локальным брендом, с локальным продвижением, с локальным существованием, она сойдет на нет. Вот это будет неприятно. То есть будем надеяться, что союз пивоваров все-таки добьется того, что ведут в МРЦ. Будем надеяться на то, что мы успеем убедить людей, успеем доказать им, что мы имеем право на реальное существование. Потому что та тенденция, которая идет, грубо говоря, стала... Сейчас такую тему затронул, конечно, мы уже не успеваем. Мне, разумеется, надо бы спросить, почему это, Владимир? Она может сойти на нет. И тут знаешь еще... Она может сойти на нет только в одном случае, если мы не получим поддержки ни со стороны государства, ни со стороны торговых сетей. Это, пожалуй, я хотел услышать. И самое, пожалуй, главное... Нет, мы будем бороться в любом случае, это понятно, но самое главное это сохранить вот это поступательное движение, то есть с волоком брендом. Если мы его сохраним, да, но все равно есть шансы, потому что правительство меняется, настроение в торговых сетях, понимание рынка меняется. Пожалуй, надо остаться неизменным в основном нам. Вот где-то так. Да, у нас остается буквально полторы минуты для затравочки. Просто вошло уже в хорошую традицию, да, сезон, и Вятич выпускает что-то новенькое. Выпустим. На носу у нас осень. На носу у нас осень. Холодное время. Чего ждать поклонникам предприятия, поклонникам марки? Мы проводим опрос, я думаю, мы начнем в сентябре на тему того, что именно хотят кировчане видеть на своем столе в холодное время года. То есть мы будем искать вариант, когда мы сможем выпустить пиво безалкогольное, конечно, предназначенное для холодной погоды. То есть согревающее, с интересным вкусом. Что больше всего хотят пить в холодные месяцы? Вот где-то вот так. Пока это в черновике, я думаю, мы выйдем это в середину сентября приблизительно. Мы посмотрим, спросим людей. Ну, видимо, психологию тоже нужно учитывать, потому что осень, мало тепла, мало солнечного света. Совершенно правильно. То есть нужны приятные эмоции, больше человек, то есть более приятный аромат, вкус, свет солнечный должен быть. Ну, я так уже накидываю. Володь, ты просто снял с языка, что называется. Так где-то примерно и будет. Мы рассмотрим варианты, мы проведем опрос, я думаю, несколько сотен тысяч. Я думаю, сотни-две мы сумеем просить человеку. То есть практически все население. В прошлый раз у нас, по-моему, 250 тысяч контактов было. То есть, ну, как бы, часть из них информативная, часть нет. По-моему, 70 тысяч у нас информативных ответов. То есть это невероятно много. То есть действительно хорошие деньги ввожили в хорошую, в такую вопросную компанию. Сейчас мы сделаем то же самое с этим новым и запустимся, я думаю, где-то в ноябре. Обо всем, конечно же, ты расскажешь нашим слушателям. Встречаемся, мы напоминаем, по вторникам в час дня весь архив передач с участием Владимира Маматова, пресс-секретаря компании Вятич. Видео-версии хранятся на нашем сайте эхакирова.ру. Заходите, пересматривайте, переслушивайте. До свидания. Всего доброго. Крупный план.